А спонсор этого ролика онлайн магазин steampay.com, где вы можете купить лицензионные ключи активации по доступным ценам. Ссылка в описании под видео. В те времена, когда файтинги еще были детскими играми в игровых автоматах, динамичный Mortal Kombat выделился благодаря своей жестокости, графике и необычному фаталити. Но помимо этого, он дал начало самой распространяемой легенде в игровой индустрии. Миф гласит, что если на уровне с ямой вы увидите тени, пролетающие около луны, то вам надо выиграть два раунда, не получив урона и не используя блок, а также выполнить фаталити. После этого начнется бой с ниндзей по имени Рептайл. Игроки по всему США говорили, что видели таинственного зеленого ниндзю, который иногда появлялся перед боем, и произносил зашифрованное послание. Этот персонаж был похож на Саб-Зиро и Скорпиона, поэтому игроки подумали, что это секретный третий ниндзя. Все эти спрятанные подсказки указывали на то, что можно открыть бой с таинственным бойцом на уровне с ямой, выполнив определенные условия. Рептайл доступен как игровой персонаж по следующих частях Mortal Kombat, но его дебют состоялся в оригинальной части. Существует несколько версий Mortal Kombat, как минимум пять разных доработок версий из игровых автоматах и многочисленные порты с домашних консолей. Небольшое исследование показало, что Рептайл присутствует во всех версиях игры на домашних консолях, и лишь в некоторых версиях игровых автоматов. Более того, некоторые версии запрещали блокировать, даже выполняя фаталити. Учтя все эти мелочи, мы вошли на смертельный турнир Шэнк Сунга в поисках нечто большего, чем слава и богатство. На версиях Sega Genesis и Nintendo нам удалось добраться до Рептайла с первой попытки, не получив урона, не используя блок и выполнив фаталити, даже без пролетающих мимо луны теней. А вот версии на игровых автоматах оказались куда сложнее. Проведя много часов, добираясь до уровня с ямой вновь и вновь, мы увидели тени лишь несколько раз. Выиграть два раунда, не получив урона, оказалось довольно непросто, но, наконец, после многочисленных провалов, молнии и гром оповестили нас о столь ожидаемой битве. Он достойный противник, ибо совмещает движение как Сабзира, так и Скорпиона. Если вам удастся выжить, то вас наградят большим количеством мочков, и вы начнете сражаться со следующим по списку противником. В последующих частях игры, Рептайл стал доступным игровым персонажам, но в прошлом году создатели решили повеселиться и включили точно такую же битву с классическим Рептайлом, вышедшей в 2011 году в Mortal Kombat 9. На уровне с ямой вы должны дождаться, когда мимо луны пролетит ведьма или Санта Клаус. Затем вы должны победить противника, не получив урона в обоих раунах, и сбросить его на копья. После этого начнется битва с Рептайлом в его оригинальном костюме. Затем вы должны победить. Но все видео в интернете показывают, что он работает только если ваш оппонент ниндзя. Однако у нас получилось сделать так с любым персонажем. Изначально Эдбун не смог прокомментировать появление Рептайла в Mortal Kombat. Однако недавно нам выпал шанс поговорить с ним и обсудить таинственное происхождение ниндзя. Для меня это своего рода ингредиент в видеоигре. Я всегда это объяснял так. Я всегда хочу, чтобы в игре был какой-то вопрос. Например, когда ты играешь в игру и выполняешь фаталити, и первый вопрос, который кто-нибудь задаст, как ты это сделал? Все хотели знать, как научиться делать что-то подобное. И нам нужен был дополнительный слой вопросов. Предположим, мы хотим включить в игру очень редкое событие. И однажды меня осенило, и я подумал, а почему бы не поменять цвет Скорпиона на зеленый, пускай он будет на дне ямы, а около Луны что-то будет пролетать. Все эти безумные и крайне редкие обстоятельства должны были произойти. И кто-то один бы упомянул об этом, но никто бы ему не поверил. Но было бы достаточно того, чтобы кое-кто на другом конце страны сказал бы то же самое. И это не могло бы быть совпадением. Таким образом, мы будоражили игрока и заставляли его думать, а что еще спрятано в игре? Это великолепный ингредиент, который помог поддерживать интерес к игре. В этом была цель. Ну а потом это просто вышло из-под контроля. Все начали придумать свои мифы и врать. Ты не знал, что же правда, а что нет. И я считаю, это добавило игре динамики. Требуется терпение и опыт, не говоря уже о четвертоках. Но найти рептайла в Mortal Kombat вполне возможно. Доказано! Озвучил Кузьма, перевел Таракан. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, ставьте свои лайки. Субтитры сделал DimaTorzok